Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Снег, выпавший в центре города, чистый Девушки отдыхают Второй отрезок пути Это место, где очень часто проводят большие городские праздники Социальные ярмарки, встречи зимы Или просто какие-то настоящие большие праздники Здесь прямо устанавливают сцену И она часто является главной площадкой Бийска Ну а в будние дни Здесь гуляют настоящие чемпионы Здравствуйте! Привет! Не отвлекаю вас? Да немножко А можно мне присоединиться, оздоровиться вместе с вами? Да пожалуйста, только без меня Нет, давайте чуть-чуть с вами, пожалуйста Ну давайте Ну учите меня, как вас зовут? Геннадий Геннадий, вы как часто сюда вообще приходите? Каждый день И занимаетесь прям? Каждый день, а как же иначе? Как здоровье сохранить, если не каждый день? А зачем вообще вам это? Ой, такой сложный вопрос Зачем? Как можно дольше прожить? А сколько занимаетесь ежедневно? Ну, часа по два, по три Геннадий, а чем вы вообще занимаетесь в обычной жизни? Почему спорт так для вас значит много? Я на пенсии, мне 63 года Спасибо вам, Геннадий, большое Выпустите меня, я пойду дальше погуляю Здоровья вам! Биск Город старый Ему больше 300 лет Естественно, с улочками нашего города связано очень много тает Одна из исторических загадок могла бы принадлежать и бульвару Петра Если бы она так легко не разгадывалась С одной стороны бульвара проходит улица Красноармейская С другой стороны улица Ленина Как так? Проспект вроде бы один, а улицы две разные Ответ простой До войны, во время войны и до того, как здесь возник парк На его месте находились старые деревянные домики Их убрали, а улицы переименовывать не стали Ведь они уже были однажды переименованы Когда-то улица Красноармейская носила название Александровской По названию собора, который здесь расположен А улица Ленина называлась улицей Татарской Потому что в ее районе селились люди с особым акцентом и говором И всех называли татарами тогда Делайте добро, приносите свои книги и возвращайте прочитанные В Бийском парке все цивилизованнее и цивилизованнее становится Можно взять любую книжку, почитать ее Давайте посмотрим, что здесь есть Тургенев, отцы и дети, Герман, дело, которому ты служишь Мстиславский, грач-птица весенняя Здравствуйте, меня Женя Павловна зовут, а вас? Валентина Аполлоновна Валентина Аполлоновна Вы любите читать? Да, люблю Расскажите, как вы часто приходите к этой уличной библиотеке И что любите почитать? Ну, в основном историю люблю Ну и так, может быть, фантастику Вот последний раз читала Есть очень интересные вещи Жаль, что многие книги не возвращаются Очень жаль Приходят, выбирают интересное, уносят и не возвращают Вот это вот очень жалко А вы свои книги вкладывали сюда? Да Я много приносила Ну вот, их тут нет Значит, забрали и не возвратили Не вижу своих книг Тоже были интересные книги Ну вот так вот Мы в Бийске И мы любим читать И гулять Пойдем дальше гулять Спасибо большое До свидания Я в Бийске и наш город становится все ближе к цивилизованным европейским городам Вот в центре парка стоит мусорка для сортировки пластиковых отходов Но самое интересное это ее содержимое Кроме бутылок из-под Кока-Колы и Пепси здесь есть средства для чистки унитаза Еще есть какой-то гель для мытья посуды Откуда, откуда такой мусор в центре города в помойке для пластиковых бутылок Не, ну молодцы, что сортируют, молодцы В обновленной части парка появились несколько арт-объектов И первое, что встречает нас Это столб в тюрьме Я не знаю, зачем его закрыли в решетку Видимо, для красоты Но все-таки это либо столб чем-то проявинился Его посадили в тюрьму Либо чтобы его никто не украл Но с предыдущей жизни у столба остались наколки Их никто отсюда не убрал Получается, это столб в законе Еее Итак, третий отрезок моего пути Обновленная часть бульвара Петра начинается с камня Ну, камень-то, конечно, старый Его оставили на прежнем месте Зато вот территорию вокруг него облагородили И поставили новый памятник Книгу На берегах могучей Бии Петром Великим был заложен град Чтоб крепил он мощь России Был статен и людьми богат Наш Наукоград Совсем недавно на бульваре сделали ремонт Заложили брусчаткой Его Ну, она тут есть, честно, есть Я ее видела сама Сделали велодорожки Установили лавочки Освещение А в конце В том конце парка нас ждет изюминка Горы Не будем терять времени Отправимся прямиком туда Центр города Центр города – это такое место, которое притягивает не только радость, но и боль, и горе Очень часто здесь, на центральном переходе Центрального парка, прямо возле городской администрации Самого людного места можно встретить таких людей, как Алексей Михайлович Можно назвать их уличными музыкантами Кто-то назовет их маргиналами Но сколько людей, столько и истории Вот, например, Алексей Михайлович Он раньше играл на баяне Собирал себе на хлеб Баян у него украли Сейчас ему приходится играть на самых обычных ложках Ох, товалая ранехонька Умывалась я белехонька Калинка, калинка, калинка моя Саду ягода, малинка, малинка моя Я тебе даже денежку положу за твою песню Алексей Михайлович, подождите Я вам сейчас буду помогать Я буду вам помогать У меня тоже есть ложки И мы с вами будем работать в одну кассу В связке Я хочу вам помочь Давайте так Алексей Михайлович, спасибо вам за концерт Я надеюсь, что все в жизни наладится До свидания Не болейте Горы Наконец-таки мы до них добрались Финальная цель нашего путешествия Проспект Какой он проспект? Он переулок Мы же в Бийске У нас главная улица города Это переулок Переулок коммунарский И новый символ Бийска Горы Если мы не вправе осуждать Ничей другой выбор жизненного пути То по поводу этой инсталляции Ходит очень много разговоров в городе Кому-то она нравится Кому-то не очень Но Я хочу сегодня сделать Свои собственные горы Сереж, поможешь? Да Помотай камерой Отлично Да Музыка 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 Сколько людей Столько и мнений Кому-то не нравится Этот арт-объект Кому-то не понравились Мои горы Очень хочется Чтобы все было Так как в начале нашей передачи Кофе Центральный парк Прогуливающиеся люди И такое ощущение Что ты не в Бийске Но Ты В Бийске Ну чуть-чуть сделаем Так Потом чуть-чуть сделаем Короче, давай Как получится Так и получится Я запуталась в словах У меня После этих валяний по снегу Полные ботинки снега Еще и носочек слез Даже уже с этого В центре города Большого Ни травинки Не растет А вот арматуры Тут торчат